Добрый день, зрители видеоканала Планета Дзюдо. И мы продолжаем субботние разговоры о боевых искусствах и разном. Полный совок. Сегодня в нашей... В нашей компании. В нашей компании... Прибыло. Прибыло, да, правильно, Влад. Значит, ну, во-первых, давайте представим, да? Влад Макаров, кузница Айкидо. И Русте Маликов, Академия Самбо. Цеплышок. Вот, ну, я Роман Карасев. Везущий. Все, давайте пить чай. Кофе никто не пьет. Сегодня, во-первых, да, начнем с того, что вот мы не сняли этот сюжет. А, да. Это очень замечательный человек. Это, в основном, тоже замечательный человек с подписью автора. Это мне помогло. В основном тоже поможет. Что помогло? Это автор Шахиджанян. Он автор 10 пальцев в метр набора печати, скажем так. Я его освоил в совершенстве. Теперь, как секретарша, могу печатать. Но, пользуясь телефоном, он приходит все равно одним пальцем. Но навык есть. Спасибо. Ну, это, наверное, какая-то производная, да? Именно метод 10 пальцев. И он об этом пишет, да? Он пишет о людях. Он пишет о людях. Да. Ну, прочитайте, расскажите, краткое содержание будет. Спасибо. Все. Чайник вскепел. Все, садимся, продолжаем. И хотелось тему, тему, тему. Мы сегодня с Рустемом ехали по пути к Владу. И приехали. И тему я придумал сегодняшнему разговору. Кстати, сегодня утром у меня такая тема отвлекла. Самозащита и самооборона. С оружием, да? В чем разница? В чем разница? И что их объединяет? И попробуем поговорить и об этом, и о чем-то еще. Да? А? Очевидно. Ну, быстро давайте разговариваем. О, чай у нас может. Можно такой? Можно такой? Какой? Да, можно так. Все равно. Чтобы было... А я ничего не вырезаю, да? Да, вот так вот. Тоже всегда не люблю, когда приемы объясняет, так что-то пальцы показывают. Так тяжело с тобой. Ну, а зачем вырезать то, что... Мастер, он не может вырезать. А, он как двигается, да? Там смотришь, как... Все, да. Вам мастер должен показывать без вырезок. Да? Без выхода, без дублей. Потому что каждое слово мастера – это опыт. И теоретический, и практический. Так, ну, все. Отрываем. Вы, гости, привезли нам такую штуку. Мы ее съедим. Мы рекламируем производительный товар. Мы просто едим. А тут написано «Для вас с любовью». Это хороший мастер-левый ход. У нас вообще сегодня такая тема самозащиты и самообороны. Но все это вокруг людей. Для вас с любовью, вы там видите человечность. Вася, знаешь, мне как понравилось тоже. Мне коллега на работе говорит. Ну, я говорю, что ты достиг просветления? Он говорит, да, я вообще крутой. Я говорю, ух ты, здорово. Он говорит, знаешь, я что буду делать? Я говорю, не знаю. Я вот тебя буду убивать, но с любовью. Я говорю, блин, мне так нравится это. С любовью. И потом родим. Она говорит, сынок, мне что-то не хочется делать. Я говорю, мама, надо делать с любовью. Ну, сын, мать, вообще с ума сошел. Она потом перезвонит и говорит, сынок, что-то мне не хотелось делать. Вспомнила твои слова, говорит, что надо делать с любовью. И мне так легко. Я, говорит, все переделал и так я довольный. И, блин, сам использую. Что-то неохота, но надо делать с любовью. Да, да, да. Не потому, что это надо делать, а потому, что просто... Нет, да пусть Бог с ним надо там. Там надо, не надо, откуда мы знаем, что-то судьбой. Нам, говоришь, накрывается другая тема, здесь параллельно прогулось. И секс. И секс-то уже, конечно же. Разделись, да, и мы можем. Стало тепло, а это становится. Это следующий этап. Мы же в бане. Мы же в бане. То есть мы сейчас начинаем наши беседы одетые, а перейдем к, главное, состоянии... Дзен. Есть три вида состояния. Твердая, жидко-парообразная. Парообразная, да. То есть мы сейчас твердые, а потом жидко-парообразная. Мы чай-чай попьем, да, и потом будем это париться парообразно. Рустам хотел сказать, что еще одна тема внутри нашей темы, это... Про любовь. Про любовь. А я хотел допомнить. Помнишь, мы когда ехали в машине и говорили, что самозащита, самооборона и вот этот фактор гуманности. Любовь может быть одной из поднимых проявлений гуманности. Или наоборот, гуманность одно из проявлений любви. Он уже вторую субботу сам себя путает, мне его удается неимоверных усилий распутать. Все. Не надо усложнять, надо упрощать. Я нет, я просто... Я как ведущий. Я как поздник. Я задаю вопросы. О самомнении, да? Не месено, да? Я поздник. Я тогда кто это? Иван Урган, да? Мы же задаем... Нет, мы должны немножко говорить старшему поколению, которое уже... Отдавать должное. Отдавать должное. Мы отдаем должное... Старшему поколению сказать. Вот это первый вопрос. Мы должны отдавать должное старшему поколению? Вот ты мне сейчас сказал, я учу маму. То есть по идее ты как бы... С ума сошел, брат. Сын сошел с маму. Ты не отдаешь? Нет, нет, я учу не то слово. Я поделился, скажем так. А когда... А вот я скорректировал. Скорректировал. Смотри, мне сегодня пишет мой знакомый из Южкарауи, Республика Мария. Он приезжал много раз в наш центр, да, в Турнет-интезо, и проводил там мероприятия. И он много пишет на разные темы. И в том числе... А я думаю, много. И в том числе он сегодня сказал, что сейчас он хочет писать статью учитель... Нет, тренер... Да, учитель-тренер. И вот ты мне сейчас... Мы с тобой сейчас вот не знали, и ты говоришь... Смотри, это очень хорошо. Мне так нравится все раскладывать. Учитель, тренер, наставник, друг. Понимаешь, можно как бы... Если у вас словарный запас увеличивается, допустим... Мы говорили об этом... Если не елочка, а людоедка. Да. То тогда понятийный аппарат становится как бы многогранен. И ты можешь объяснить. Вот ты мне хорошую вещь сказал. Мастер Дзен позвал ученика. Только ничего не говори. Рассвет. Он говорит, какая красота. А тот его отругал, говорит, ты все испортил. То есть иногда слова не выражают чувства. Но мы сначала даже не знаем, что вообще мы чувствуем. Правильно? Не чувствуем, где мы вообще. Подождите. Мы сделаем маленький этот... Тоже по франшуйку. Что такое? Ну, стакан... Вообще говоря, так, что стакан должен быть теплым. Перед завариванием. Мужской. У нас чайничка нет? Есть у нас все. Есть заварной чайник даже? Ну, мы так лучше. Каждый сам за себя может, да? А то я вас не знаю. От вас всего можно ожидать. Будем знакомиться. Не-не-не. Это как к вопросу без ожиданий. Понимаешь, как? Почему проблемы-то возникают? Что ты что-то от ожидания? Вот, кстати, мы сейчас с Романом Георгиевичем... Мы что, про самооборону говорим? Правильно? Ну, мы говорим не только о самообороне. Мы вот обсуждали одну из тем, связанную с созданием Дома и музея. Тоже у нас были определенные ожидания. И эти ожидания не опрадались, потому что получился розчараблый. Да, здорово. Да. А это же здорово. Блин, что-то хоть получилось. А любая тема, получается, начинается именно с определенных ожиданий. Желаний. Желаний, ожиданий. Это категория материального мира. Желания. Ну, желания, хорошо, да. Материальные, духовные. Что такое духовное? Никто не видел, но все о нем говорят, да? Звук какой, да? Будет печка. Поэтому слушать надо. Да? Тишину? Нет, а ты вот к разговору о том, что ты сказал. Мы же про самоарону говорим, да? Мы должны вокруг этой темы вертиться. Нет. Мы не отвлекаемся. Мы говорим о двух вещах. Самозащита и самооборона. А чем отличается? Вот. Я хочу, вот, чтоб ты, Влад. Вы как говорите с Устемом уже по дороге что-то все уже выяснили. Ну, я здесь. Ну, Роман Георгиевич, он как бы классифицировал это так, что самооборона. Нет, давай так, давай. Сейчас мою классификацию мы чуть и твою отведем в сторону. Вот, Влад, самозащита и самооборона. А в каком контексте? Вот я хочу спросить. В контексте? Это синонимы? Это антонимы? Это где разделение, где соединение? Вот твое мнение. Какой в тупик меня поставили? Пределы необходимы. Я сразу в уголовный кодекс это самооборона там же, правильно? Да. При превышении пределок. Ну, то есть, смотря в какой плоскости. Ну, есть еще защита тела, да? Ну, как бы мы говорим, да? Самозащита, самооборона. Ты можешь вот дать вот сейчас вот свое определение? Самозащита. Как два комплекса. Мы же в 21 веке. Давай использовать. Ну, это уже нет. Мы используем, опять-таки, 21 век. И то, что забито там, это умозаключение других людей. А ты думаешь, что... Я хочу твое умозаключение. Из твоего опыта. Ты практикуешь так называемое боевое искусство, да? Айкидо. Ну, вот. Да. Это одно и то же я расскажу. Давай, определение самозащиты. Блин, как на экзамене вообще. Ну, видите, там врать. Надо помогать, Ром. Ну, давай, хорошо. Надо помогать. Помощь зала. Помощь зала. Как бы боевого искусства. Вот если как бы чуть-чуть начинать расшифровывать, да? То, что Роман говорит. А как это нам поможет? Ну, как бы для человека, обладающего боевым искусством, это как бы, ну, затравка для разговора. Как определенный настрой в плане общения с миром, да? То есть, человек, обладающий боевым искусством, но тренированный человек, да? То есть, в какой он должен быть, в каком он должен быть настрое по отношению к внешнему миру, обладая вот этим арсеналом приемов, да? К агрессивному внешнему миру в режиме самообороны, либо в режиме самозащиты, да? Так как два понятия, которые имеют разницу по терминологии Романа Георгиевича. Вот они имеют разницу, и, соответственно, мастер боевых искусств, как он должен быть настроен. И в зависимости от чего. Он должен быть настроен иногда на самозащиту, иногда на самоборону. Либо всегда на самооборону, либо всегда на самозащиту. И, соответственно, как бы, если уже говорить об этих двух определениях, то одно определение, я уже, с позволения, все-таки раскрою, что одно определение несет именно самооборона. Более широкий арсенал и атакующих, в том числе, и защитных действий. А самозащита имеет больше арсенал защитных действий, оборонительных действий. А мне больше про состояние нравится. Про что? Состояние, слово. В каком он должен быть состоянии, скажем так? По отношению к миру, да. Ты имеешь в виду, смотри, самозащита без оружия, самооборона без оружия, и самосостояние без оружия. Почему? Какое оружие? Ты сам становишься оружием. Тебе оно не нужно. Да все становится оружием. Оружие подразумевается, вот, мы говорим так, без оружия, да? И, значит, у нас нет ничего. Кстати, мы вот этот момент упустили. Мы упустили момент, что самооборона без оружия. Помнишь? А ты говорил так, ну вот это я возьму камень в лоб. То есть это уже оружие ты берешь. Ну и что? А мы говорим, что мы обладаем... Сами. Я так... Да нет, у тебя тело как оружие, скажем так. Ну смотри, я когда начал рыскать эту идею, я начал смотреть, есть такое понятие, этимология слова, да? Откуда оно исходит, как оно получилось. И понятие получилось такое. Защита. Это когда, ну смотри, мы за щитом. То есть уже нету явных признаков каких-либо атакующих действий. Так, нет? Да нет. Подожди, подожди. Я тебя спрашиваю, так или нет? Нет. Мы за щитом. Ну и что? Теперь самооборона. Оборона. По идее, это как бы броница. То есть в любом случае создавать самостоятельно броницу. То есть ты создаешь ответную реакцию к такую же ответную реакцию к какому-то противодействию. Например, самозащита от дождя. Что ты делаешь? Зонт. Открываешь зонт. Но в ответ дождю ты не делаешь никаких таких же действий. Допустим, дождь на тебя капает. Пассивная защита. Почему пассивная? Ты открыл зонтик, ты защитил себя. Результат достигнут. А теперь мы говорим самообороны. Самооборона от дождя. То есть дождик, ты открыл зонтик, дождик на тебя капает, а ты еще попутно начинаешь еще в каждую дождинку делать болевые захваты каждой дождинке. Ломаешь ее. Мэр в городу позвонил, попросил его пульнуть. Или... Не в его компетенции. В итоге я вот так... Это в господинске и понятно. Тогда в его. Мое понимание... Самозащита это когда мы проводим комплекс мер для... Нейтрализации еще. Не-не-не. Для того, чтобы защитить себя или окружающих... Да, это самое. Я сам защитил. Я себя должен защитить. А самооборона это когда я провожу комплекс мер по защите... Не, мы слушаем пока. По защите и ответной атаке. В основе своей самооборона это комплекс мер, который только может быть в случаях, когда надо проводить некий комплекс мер, когда угроза жизни происходит. А кто на тебя нападает? Ну, если вдруг вот мы это как бы... О-о-о-о... Как Путин сказал, если у бабушки были бы... Она была бы дедушкой. Ну да, такое тоже говорит. Ну, понимаешь, мне больше нравится, что не то, что не образно, а не мифически какой-то, а на том, что конкретно сколько вешать в граммах. Тогда будет конкретный ответ. А так можно... Ну, понятно. Мы же угодно. Через разговор, через наши теоретические разговоры, сними, философские, можно так их назвать, да? Какие-то. В какой-то мере. Мы приходим к какому-то результату. К пониманию. Каждый для себя. Мы же поговорили не то, что я сейчас настаиваю на моем мнении. Или на сцене, или ты не. Я не хочу настаивать на своем мнении. Но мы можем сесть потом каждый в свое... в свою машину, как бы разъехаться по домам и дома принять какие-то решения. Мне даже ехать никогда не надо, да? Прикольно, да? Уровень такой. У нас такой уровень, что он даже... Ехать уже дома, да. Уже дома. Круто, да? Поэтому, как ты говоришь, Рустам, защита от внешнего агрессивного мира. А с чего ты взял, что он агрессивный? Я тоже хотел задать вопрос. Я не говорю, мир не агрессивен в принципе. Вообще он такой гармоничный, классный. А если бы он не мог быть? Да, это мы тоже... Я всегда удивляюсь, как бы там солнце заходит, звезды светятся, то есть это сам... Температура... То, что мы подразумеваем под миром. А есть... Это мир, это природа, правильно? Нет, в данном случае мы... А ты тогда должен сказать, что это социум. Понимаете? Нет, мы говорили о разных... Смотри, мы говорили о дожде же тоже говорили. Это же природное явление. Ну, понятно, что мир вообще чувствует независимо от человека. Значит, мы тогда должны тоже, опять... Смотря в какой среде применяется самозащита и самооборона. Если мы рассматриваем самозащиту и самооборону... А ты думаешь, что вот, ну, допустим, Априволи, мы всегда додумываем за людей. Это наше, как бы... Ну, как мы... Бывает такое, что ты думаешь, что он так думает, а он вообще имеет совершенно другое. А тебе кажется, ну, это же очевидно. А для него это вообще не так. Скажем так. Вот мы недавно столкнулись с Романом Георгиевичем. Любую мысль нужно именно описывать. И еще уточнять. А это называется обратной связью. И тогда, если мы в контексте самообороны... То есть, и целеполагание. Скажем, что тебе нужно. Допустим, какой-то конфликт. И вот люди почему ругаются. Сначала он может быть словесным. Ты можешь победить в словесной. Допустим, я тебя победил в словесной, но ты с этим, со своим поражением не согласился. А у тебя есть навыки какие-то. И ты решил теперь, что словесно ты проиграл, но давай на физическом уровне. Допустим. На физическом уровне начал меня там... А словесно это ментальный уровень, да? Ну, словесный. Как он называется-то? Речевой. Ну, то есть, речевой модуль и как бы... Ну, я тебя заболтал, скажем так. Все бывает. Ум, это... Да нет, ну, речь, да. И ты пришел уже на физическую агрессию. Но я оказался опять сильнее, скажем так. И ты очень сильно расстроился. И самооборона, самозащита. Что у тебя пострадало? У тебя пострадало чувство собственной важности. Триндец. Потому что, ну, ты, допустим, незрелая личность и зависишь от внешнего источника, скажем так. А мы должны понимать, что мы должны зависеть от внутреннего. Что бы мне ни сказали, я целостный. То есть, твое мнение на мое не может повлиять, ну, уронить мою самооценку. Если оно может, значит, ну, как, не сотвори себе кумира, можно же так сказать, да? И вот внутреннее, у тебя есть внутренний стержень. Ты его выковал там 30-летним практиками, тренировками, общением с людьми, правильно? И вот, допустим, как конфликт развивается? Он по спирали. Ты его можешь или погасить в зародыши, скажем так, то есть вообще его не допустить. Это вот этот уровень, который желательно бы практиковать. То есть, если тебя уже бьют, все, ты уже все просрал, все проспал. Уже поздно пить это боржоми, скажем так. Но мы к чему говорим? Что мы важна не сама ситуация, а именно подготовка. Как вот Рустам говорит, в каком состоянии я должен ходить, чтобы того-то там не допустить. То есть, в идеале, скажем, с тобой вообще ничего плохого не может случиться. Куда бы ты ни пошел, где бы ты ни оказался, хоть там, хоть где. И тебе везде будет хорошо, скажем так. Ну, как хорошо? Несмотря на какое-то внешнее давление. Но для одного, как это, среда смерти подобна, а для другого это очень даже интересно и здорово. Кто-то, ну, ограничение свободы, да, допустим. Кто-то трындец, мы говорим о смирении сейчас, ну, допустим. И он не смиряется, как я чудо здесь делал, меня в клетку посадили, трындец мне там. И там будут надо... Ну, ладно, тюрьму не будем брать, армию, да, армию, флот, ты говорил. Если кто-то попадает, ему там трэш вообще просто. Но от настроя что зависит? Если вот вернуться, когда, ну, много лет назад, я уходил в армию, да, ну, как на флот, получается. Ну, откуда я знал, куда я там попаду? Скажу, ты, говорит, здоров, здоров, этот, да. Все, мы тебя забираем. Флан, ты имеешь? Нет, ну, да. Флан, ходить будешь по воде. Все, Флан, я ходить могу. Но только зимой. Но только когда лет. Поэтому северный флан. Все логично. И отец мне что, говорит, сынок, ты там пойдешь, тебя там окружат друзья. Ну, я пришел, и меня плотным кольцом друзья окружили. Они потом будут развязываться. Нет, ну, а кто их знает, что они потом? Потом и нету, опять. Мы тоже это обсуждали, что потом и нету. Здесь только вот, здесь и сейчас. Мы можем моделировать, и опять возвращаемся к ожиданию. И тогда вот круг замыкается. Ну, и мне так нравится, круг замкнулся, да? Про прыщи тоже есть, да? Ну, конечно. Ну, ладно, не надо. Не стало много, не медицинское тело, да? Медицинское тело.